Эта история знакома тебе по мультфильму студии Дисней, главная героиня фильма, принцесса Покахонтас. Девушка, которая на самом деле существовала и которой удалось не просто быть представленной ко двору английского короля Якова Первого, но и убедить его в том, что Англии необходимо наладить мирные отношения с коренным населением Америки. Что же касается романа Покахонтас с моряком Джоном Смитом, на этот счет у историков имеются сомнения. Но нам хочется верить, потому что в этом фильме они очень настоящие. Анна Леон Уэнс несколько лет преподавала английский язык и культуру при дворе сиамского короля Мангкута в 1860-х годах и оставила две книги-мемуаров. На их основе американка Маргарет Лендон написала роман Анны и король Сиама, по мотивам которого и сняли этот фильм. К сожалению, в реальности любовь Анны и короля так и не закончилась хэппи-эндом, король не мог жениться на иностранке, а Анне вовсе не хотелось стать сороковой женой в гареме. Анна покинула Сиам. Генри выпадает редкая удача, он встречает девушку мечты, в тот же день ему удается добиться взаимной симпатии. Правда, в этой истории есть один нюанс, который чуть было не погубил большую любовь. Люси страдает потерей памяти и на следующее после знакомства утро не вспоминает Генри. Но главный герой не сдается и решает каждый день завоевывать любовь Люси, даже если на это уйдет целая жизнь. У настоящего героя этой истории нет такой проблемы. Со своей женой Мишель Филпотсон познакомился задолго до аварии. Но Мишель и правда каждый вечер забывает своего мужа и каждое утро просыпается в полной уверенности, что сейчас 1994 год. Муж каждый день напоминает ей о себе с помощью записок и фотографий, но вот завоевывать ее заново ему не приходится. Ким и Крикит Карпентер были женаты всего 10 недель, когда их брак разбила автокатастрофа. Очнувшись, Крикит не смогла вспомнить собственного мужа. После медицинского обследования выяснилось, что предыдущие 18 месяцев просто стерлись из памяти Крикит. Именно в это время она познакомилась со своим будущим мужем и влюбилась в него. Врачи не давали никаких прогнозов относительно того, обратима ли это амнезия, но Ким не захотел смириться с тем, что жена его забыла, и начал ухаживать за ней заново. Сейчас пара по-прежнему вместе, у них двое детей. Память о тех 18 месяцах так и не вернулась к Крикит. В фильме «Клятва героев Чоннинга Татумы» и Рычел Макадам зовут Никим и Крикит, а Лео и Пейдж. Все остальное в истории настоящее. Мексиканской художнице Фриде Кало было всего 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу. Диего был богат и имел склонность к разврату. А Фрида отличалась вспыльчивым характером. Оба они стали знаменитыми на весь мир, оба имели множество любовников и любовниц. Но так и не смогли разлюбить друг друга. Гражданская война, две революции и крушение Российской империи. И на фоне этого, любовь двух людей, Александра Васильевича Колчака и Анны Тимиревой, Константин Хабенский и Елизавета Боярская блестяще исполнили роли двух влюбленных, которым не повезло встретить друг друга в тот момент, когда вокруг рушился мир. Фильм рассказывает историю любви Чарльза Диккенса и Лен Тернан. Они познакомились в 1857 году, когда ему было 45, а ей 18. Разница в возрасте не помешала им любить друг друга, пока смерть не разлучила их. Первоначальное название фильма «Любовь убивает». Эпическая драма о жизни, смерти и любви Сида Вишеса, басиста легендарных Sex Pistols. Семидесятый, рок-н-ролл и героиновый рай для двоих, из которого ни Сид, ни Нэнси не вернулись в мир живых. Это кино о любви, которое не могло быть, потому что любви с наркотиками не бывает. Есть или любовь, или наркотики, или любовь к наркотикам. Сид и Нэнси действительно любили друг друга. Искренне и безумно. Насмерть. Семь премий Оскар, в том числе за лучший фильм, лучшую работу оператора и декораторов. Мэрил Стрип и Роберт Редфорд в главных ролях. В 1914 году писательница Карен Бликс вышла замуж за своего кузена, шведского охотника и писателя Брарафон Бликсен Финеке. Пара переехала в Африку, чтобы управлять кофейной плантацией, но брак вскоре распался. Позже Карен встретила англичанина Денниса Финча Хаттена, путешественника, охотника и авиатора. Это была любовь с первого взгляда и навсегда, но трагические события вынудили влюбленных расстаться. Карен вернулась в Данию и написала книгу, по которой сняли этот фильм. Американская писательница Элизабет Гилберт была замужем два раза, в 1994 году она вышла за Майкла Купера, а в 2007 году – за Жозену Ньеса. Именно кризис в первом браке и развод подтолкнули женщину отправиться в путешествие длиною в год, которое она описала в знаменитой книге «Есть, молиться, любить». Четыре месяца она провела в Италии, «Есть, четыре, в Индии, молиться, а остаток года – на Бали». Там она и познакомилась со своим вторым мужем. Книга мгновенно стала бестселлером, по ней сняли фильм с Джулией Робертс и Хавьером Бардимом в главных ролях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова